Мы желаем поздоровления всем, кто на данный момент находится в больнице. Это страшные кадры из подмосковного Красногорска, где в пятницу 22 марта во время концерта группы «Пикник» в здание ворвались неизвестные и начали расстреливать зрителей в упор. Первыми удар на себя приняли охрана и контролеры мероприятия. Среди них и белорус Алинка Шеваров. Мы узнали от наших детей. Слава Богу, у нас дети дружат между собой. Напротив, брат живет средний. Вот они с женой увидели это все в интернете. Дозвонились до больницы, узнали, что в какой больнице он там увидел. Но до утра они нас не беспокоили. И если сейчас это пустота какая-то, невозможно, тогда это вообще какой-то взрыв. В 13 километрах от Бобруйска в небольшой деревне живут родные и близкие Алимы Кашеварова. Мать, отец, средний брат с семьей. В городе сестра, племянница. Пострадавший всегда мечтал жить вдали от суеты, поэтому несколько лет назад выкупил дом деда и начал стройку. Все своими руками. Он не хотел ехать, он устал ездить вахтами, он хотел уже где-то остановиться. Но он решил построить бань, достроить. И поэтому решил, что он останется до лета. Плюс его попросили очень сильно, чтобы он там был, потому что он был на хорошем счету. И ему повторно после того, как после ковида открылся Крокус, его попросили вернуться. Все, что сделано во дворе, здесь раньше была очень страшная территория, сарай, ну, такое, все разобрал. Алим очень педантичный человек, очень чистоплотный и очень порядочный, честный. Алим Кашеваров больше пяти лет трудился в Крокусе контролером. Работа вахтовая, две недели там, две дома. Во время рокового концерта мужчина должен был быть уже на родине, но администрация попросила задержаться. Сейчас в Москве средний брат Алимы Александр. Родители дома ждут новостей. Алим Кашеваров в тяжелом состоянии, уверяют медики. Алим Кашеваров. Мы рядом с ним стояли, да, я на одной рамке, он не посетил. Толпа такая людей была, что мы их не видели за толпой. Перед нами была толпа людей. И они начали строить спины им. И вот люди повалили на нас, он раз там, что такое, типа, куда. И его сразу посетили очень люди. 22 марта, почти 8 вечера, Подмосковье, Крокус-Сити-Холл. Перед началом выступления группы «Пикник» террористы с автоматами проникают в зал через окно соседнего выставочного центра. Безоружных, ничего не понимающих зрителей, расстреливают в упор. Не щадят ни взрослых, ни детей. Стреляют из авто. Стреляют в толпе. На место происшествия выдвигаются московские СОБ, РАМОН и сотрудники МЧС. Происходит взрыв. Начинается эвакуация людей из здания. Идет штурм. Слышится стрельба. После поджога здания боевики исчезают. Скрываются с места событий на авто. Счет раненых идет на десятки. Параллельный пожар и расстрел – страшнейшая трагедия. Конечно, с точки общечеловеческих ценностей необъяснимо. Концертный зал охвачен огнем. Обрушаются кровли. А пожарные не могут приступить к тушению из-за угрозы жизни тех, кто еще находится внутри. Люди молят о помощи. Заблокированными остаются несколько сотен человек. Туда, туда, все уходите, в ту сторону. От меня не убегаем, извините. Все туда, 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 туда. В экспо, в экспо. 50 брикад медиков оказывают помощь пострадавшим около концертного зала. Спасатели выводят из здания 100 человек. Пожару присваивают повышенный ранг сложности. Привлекает 147 единиц техники. Здание рушится буквально на глазах. Александр Лукашенко тем временем выражает искренние соболезнования в связи с терактом Владимиру Путину и семьям погибших. В Минске к посольству у России белорусы несут цветы и лампады. Соболезнования родным и близким погибших. Здоровление раненым. Будь проклятой тем, кто это все организовал. Их всех найдут, и они всех несут наказание. В 0055 возгорание площадью почти 13 тысяч квадратных метров локализовывают. Минздрав Подмосковья публикует списки пострадавших. Сейчас в нем числится 146 человек. 60 в тяжелом состоянии. Оперативники задерживают 11 человек. В том числе всех четырех террористов. Рено, на котором скрылись подозреваемые, обнаруживают ночью в районе брянской деревни Хацунь. В салоне найдены пистолет, магазин к автомату и документы. За деньги. Сколько денег? Где-то полмиллиона. Полмиллиона чего? Полмиллиона рублей. От кого получал? Еще не получал. Половину получал. Где получал? По карту. На карту переводил? Да. Президенты Беларуси и России подтверждают готовность к дальнейшему активному взаимодействию двух стран и поддержанию контактов между службами в целях эффективного реагирования на угрозы терроризма и экстремизма. По числу жертв этот теракт становится вторым крупнейшим в истории России. После Владимир Путин делает заявление гражданам РФ. 24 марта объявляют днем общенационального траура. Все четверо непосредственных исполнительных терактов, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. В Беларуси тем временем приняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности. Увеличена плотность нарядов, которые усилены бойцами ОМОН. Тем временем семья Алима Кашеварова благодарит всех. Люди звонят, конечно, предлагают помощь в Москве, в благоустройстве, в том числе, 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 в том числе. Благодаря нашего мэру, вчера из полкома, мэр города, и поликлиника, и сельсовет, все спрашивали, какая помощь. На данный момент какая помощь, только ждем. И обращается с просьбой. Нового мы ничего никому сказать не сможем. И, пожалуйста, вы нас не беспокойте пока. Будут какие-то новости, вы узнаете. Телеканал «Бобруйск-360». Весь город, вся страна молится за Алима Кашеварова и желает ему скорейшего выздоровления. Кристина Риянс, Мария Бересневич, Никита Швайковский. Итоги недели.